Как на прыжках, но арену на руках, и колесом, и кувырком пусть кувыркаются стены, всё становится верно. Для этих людей ареной была вся земля, а куполом небо. Никто точно вам не скажет, кто первым придумал погрузить в кибитку реквизиты свои умения и отправиться в путь. Абыватель с интересом шёл к месту стоянки цирка Шапито, ведь где ещё увидишь, как какой-то безумец в трико пройдёт, рискуя сломать шею по верёвке над их головами, а эти уморительные клоуны. Только вот была одна проблема – дождь, ну или снег. Британский отставной сержант лёгких драгунов Филипп Астлей решил эту проблему ещё в 18 веке. 4 августа 1777 года состоялось его первое цирковое театрализованное представление в здании с круглой ареной и крышей в форме купола. А вот в Петербурге это произошло веком позже. Французский цирковой импресарио Жак Турньер построил в северной столице, в инженерном сквере, своё здание цирка. Это было первое стационарное сооружение для выступлений цирковых артистов в городе. Но простояло оно недолго, остался вот только этот рисунок. Старый цирк сержака Турньера, он через 12 лет был разобран. Здание Турньеровское, как мы его называем, оно имело вид очень непрочный. Более того, Турньер там не завёл печей. Но свято место пусто не бывает. На площадке деревянного цирка другой иностранец Гаэтана Ченизелли выстроил каменное здание. Много позднее на его основе появился большой Санкт-Петербургский государственный цирк с лепниной и величественными античными скульптурами на фасаде. У нас на манеже нашего цирка ставятся рекорды, которые затем попадают в книгу рекордов Гиннесса. Он всегда отличался даже от московского цирка. То есть так, может быть, сейчас будет не очень скромно, но это на самом деле, это факт. Ух уж, это извечное противостояние двух столиц. Ну что ж. Мы принимаем бой. Сказали москвичи и построили в 1971 году свой большой цирк на проспекте Вернадского. Это самая просторная площадка в Европе. Площадь 3000 квадратов, высота 26 метров. И в два прыжка на арену и на руках, и колесом, и кувырком кувыркаются стены. Все становится вверх дном. Вверх дном в этом цирке, если что-то и становится, то только строго по сценарию. Об этом не понаслышке знает лауреат Всемирного циркового фестиваля. Идол, золотой призер Никита Шепелев. Его работа на арене – это метроном. В прямом смысле – не попадешь в такт, пиши пропало. В нашем деле главная дисциплина и терпение. Если гимнасты и акробаты репетируют по часу, по два и максимум по три, то у жонглеров репетиция считается от шести часов и выше. Но никакие тренировки и репетиции, пусть даже самые кропотливые и продолжительные, не спасают артистов от опасности. Причем смертельной. Вот видео, которое выложил в сеть дрессировщик и народный артист России Эдгард Запашный. У меня только что тигр за лицо. Сапнул? Ну не сапнул, махнул. Лапой? Да, лапой. Но не специально, случайно. Да, конечно. Так получилось. Коготь чудом прошел в миллиметрах от глаз и в сантиметрах от горла. И, казалось бы, обошлось. Аж рамы мужчины украшают, правда? Но не все так просто. Даже такая рана может быть фатальной. Когда я понял, что мне повезло, то следующей проблемой стала эта инфекция. То, от чего погиб наш родной дедушка. Когда его в городе Куйбышеве порвали тигры, то у него началась гангрена. И через буквально день он умер. Потому что животные не чистоплотные. У животных именно под когтями собирается так называемый трупный яд. Опасность ходит за этими людьми по пятам. На мягких кошачьих лапах или на косолапых медвежьих. Летает вместе с ними под куполом. Иногда просто держит за руку. Мало кто знает, но даже такие милые на вид шимпанзе запросто могут выдернуть человеку руку из сустава. Что уж говорить о многотонных слонах. Но, несмотря на все это, цирковые даже во сне видят манеж. Мы называем это цирковой инфекцией. Когда это либо попадает в кровь, либо передается через кровь. Это навсегда. Аплодисменты, самая высшая похвала. Пашешь, работаешь, ломаешься, рвешься. Выходишь сюда и лечишься. Но, как показывает практика, вылечиться от этой инфекции невозможно. В цирковой семье дети сначала ездят с родителями по гастролям. А потом возят по ним уже своих детей. Так рождаются цирковые династии. Если вы идете мимо большого московского цирка. И вам кажется, что он не работает. То, скорее всего, вы заблуждаетесь. Иногда работа здесь не останавливается даже по ночам. Ну, как правило, такое бывает перед премьерами. Шесть репетиционных манежей. Триста артистов. Время репетиции расписано по минутам. Потому что каждый из них должен выйти на манеж. Иначе он потеряет форму. Так на прыжках, на арену, на руках и колесом. В техническом плане современный цирк далеко ушел от того площадного. Но суть осталась той же. Люди цирка готовы бороться с гравитацией, с собственным страхом и возможностями человеческого тела. Лишь бы у зрителя перехватило дыхание и заболели ладони. От аплодисментов, конечно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова